Когда делала черным, то сразу начинала болеть голова, хотелось хмуриться, и так тяжело-тяжело-тяжело очень было. А когда делала белым, ну, как бы все разведневалось, там улыбалось, все было чудесно. Единственное, что черным сделать было вот так вот, очень легко, сразу же, моментально. Делать белым было трудновато. Так оно, я уже себе и снег представляла, и яркое-яркое-яркое солнце, намного дольше. Черным в доли секунды, белым как-то очень долгий процесс это все делать, надо вот так вот у меня. Разряд какой-то от белого возникал? Да, я чувствовала, ну, не грандиозную, не большую, но чувствовала, были результаты, была разрядка, да, и хотелось улыбаться, веселиться. Процесс очень нужный, потому что с черным, я прямо увидела, что я скопировала черное от другого тетана, и оно у меня прилипло. Я долго парилась по этому поводу, и не знала, что с этим делать. Вот, разрядка пошла, когда нужно было создать белое, я уже придумала лампочку такую белую, которая белого-голубого цвета зажигается. Да, разрядка пошла прям сильно. Ну, так вот ключик начался. Ну, у меня было интересно, сначала было действительно как-то сложно и непонятно, что там делать, а потом проще, а третий раз вообще просто, и настроение повысилось, и какие-то песенки уже там напиваются. Ну, в общем, интересно. Невероятно офигительный процесс, восхитительный, просто у меня закончились эпитеты, чтобы описать. Потрясающе было, и, ну, я чувствовала, как разряжались вот там эти существа маленькие в клетках, ну, вот как вот эти, как взрывчики, чувствовала, как разряжалась. И потом под конец такая какая-то, а, еще были картинки каких-то случаев, тоже так они прям налетели на меня, все это разрядилось, и такая грандиозная разрядка в конце, ощущение, не знаю, такого, помнила слово, забыла, безматежности, вот, очень круто, спасибо. Как бы этому нет названия, но какое-то движение в теле в разных местах, туда-сюда, но первую часть, так сказать, я обзевалась вся, вот сейчас уже зевоты нет, но вот физические ощущения есть в теле, туда-сюда. Сейчас вот они кончились пока. Хорошо. Когда включился темный поток, он включился со всеми рекоменда, то есть я эту интенту почувствовала, она горячая, вонючая, она как-то звучит неправильно. У меня реально было ощущение, что я на себя добровольно вылила бак гейма. Забавно было дальше. Когда я включила тету, мне не хотелось теты. Это вот как ты вечно смотришь комедии, и тут тебе дали ужастик посмотреть. И мне пришлось заставить себя так это смысл. Ну и разрядка очень классная. Спасибо. В общем, да, действительно, ну, универсальный совершенно, это уникальный. Эпитетов не подобрать. Сначала, сначала было такое ощущение, что, ну, как солнце ударило в голову, и оно прошибло через все тело. Вот, пошло разогревание, а потом это солнце из тела расширилось просто на всю Вселенную. Ну, ты как вон не расширяешься, но тут оно спонтанно произошло. Просто, причем настолько сильно, что вот было ощущение, что вот мне куда больше расширят все. Дальше только ты сужаешься, ты пытаешься себя сужать, сужать, сужать. Вот. Ну, намерений не было, просто осталось это вот присутствие. А потом пошли вот эти потоки меня туда-сюда. Пошла соматика прямо вот из тела. Какие-то движения пошли, ну, сознательное, ускорение, кстати, потоков их смена в разные стороны, в разные положения, оно очень сильно способствовало того, чтобы быстрее какие-то штуки стали распоздаваться. Вот. А потом вообще интересно пошло. Ну, вот уже пока в процессе обсуждений. Тело, как бы, настолько стало, ну, податливым, что ли, получило от этого какой-то кайф. Восприняло, стало спонтанно, ну, так как это из омни идет. Были пару моментов переключения. То есть, как будто внимание сужается в соло. Вот. А потом обратно. Сознательно перешел на омни. И омни стал, не просто тело вот ощущалось, пространство вокруг тела. Я вот сейчас в поле стою. Ну, и ощущение, что вот поток просто вот промывает не только тело, он прям пошел в каких-то там червяков, там, каких-то какие-то растения. Прям вот ощущение, что он давит вниз. Давит вниз и там что-то прорабатывает. Вот такое впечатление. Спасибо. Я создала такой цитомакак себя, концентрированный, и сразу уснула себя. Чуть не лопнула. Такая разрядка пошла, как ядерный взрыв. Я решила продолжить. И сейчас такое ощущение. Я как будто половая тряпка, из которой отжали всю интету. Правда, такое даже как будто обвисание ткани. Потому что вся интета ушла из клетки. Только наполняться сейчас. Вообще, невероятное чувство легкости. Вот ни один процесс, который мы делали до этого, это вот ощущение, что до этого все были точные процессы. А тут реально ядерным взрывом просто вносит всю интету за раз. Легкость просто во всем теле. Такая колоссальная свежесть, чистота. Как от помойных там пахло горячо и так далее. Такая колоссальная свежесть, прохлада, искрита. Такой кайф. Все, спасибо. Вот, ну у меня сразу пошла прям разрядка на то, что я увидела, что я еще другим тетаном. Ну, от кого у меня идет такой поток. Как бы добавляют мне тут еще регулярно. Я и к ним тоже. И там у них потоком там таким как бы... Ну, как бы тоже легче становится. Им становится легче, мне, соответственно, тоже не освобождались. Когда делали первые два легкие, я это не делала. Я там свои там заморочки взяла. Очень ярко рассоздались заряды там на этих штуках. Прикольно, невероятно. Я прям увидела это, почувствовала офигенно. Вот. И потом уже, когда начали костную систему делать, я это сделала. И такое очень ощущение. Внутри эти кости как будто зашевелились. Как будто там какие-то вот эти вот происходили движения. Сразу начала там хотеть крутиться голова, позвоночник между лопатками. Что-то хочется им двигать. Удивительно. С мышцами там то же самое. На самом деле очень много... Ну, я не расслабилась. У меня наоборот как-то очень много энергии появилось. И вот как, не знаю, как после спортзала. Вот прям хочется дальше еще. Эгэ-гэй! Вот. Круто. По костной системе вот самое яркое. А, вот перед этим, перед костным был опыт. Значит, когда брали легкое. И у меня было прям видение, такое воображение, что такие огненные руки подняли легкое. И это словно вот когда, чем это сравнить, что ракета летит в небе, вот она растекает огнем. И вот легкое, оно как будто там, вся интета в нем, оно просто истепляется, оно становится какой-то другой структуры. Они стали легкие, как легкие, легкие, легкие. Вот. А когда с костной структурой, вот у меня прям ощущение физическое, что у меня звенит все кости. Как будто вот внутри какое-то там неимоверное что-то такое, звенящее ощущение. Вот. Спасибо. Расскажите. Ой, у меня очень интересно. Хорошо. Очень быстро и хорошо прошло вот с мамой особенно, что она сразу, она начала молодеть. Она как будто, знаешь, вот как будто корольство как будто стало отваливаться, отваливаться. И она прямо становилась молодее, молодее, светлее. Знаешь, вот как, ну, просто она быстро-быстро начала молодеть. У меня то же самое, то есть как только она попала в омни-пространство, то просто слетело все, и такая молодая, просто прекрасная женщина. Удивительно, да. С папой было по-другому, но тоже там какие-то лишние все штуки по слоям слетали, и тоже засветилось просто, и засияло. Ну, интересно, с мамой такой эффект, то есть она просто превратилась в какое-то чудо-девушка такая. Это, ну, просто красиво посмотреть на это. И, конечно, это, ну, не знаю, волшебство, да. Потому что я же это все ощутила тоже, да. Вот, спасибо. Я делала эксперимент, пока там делали маму-папу, у меня очень сильно защемило возле левой лопатки. И так оно прям так очень неприятно. Я думаю, а почему бы и нет? Я взяла руками тета на эту боль, концепт этой боли под левой лопаткой, отнесла туда, там что-то пошуршало, рассоздалось, и серьезно не болит. Буквально там секунд в 15, и все прошло очень потрясающе. Ну, с мамой получилось очень смешно, мне сразу как-то смешно стало, а мама в недоумении в полном. Она вообще не понимает, что происходит, так и осталось в недоумении. А папа улыбается. Такие хорошие моменты вспомнились, когда он был в порядке, он такой, в принципе, тетный человек был. Ну, хоть и пил, но все равно он такой приятный. Вот сейчас я его в таком виде увидела. У меня вот по поводу вот этого процесса с ракетами, у меня всю жизнь было так, что я ракета, а они там топливают. То есть я, а тут, значит, наоборот, надо было их ракетой туда. Ну, так, немножко сопротивлялись, но тоже думаю, что нужно это делать. Но, как и я, мам, ну, так вот все время думала, что папа там это лучший друг, но тоже разрядки пошли. Прям разрядки, разрядки, разрядки и по маме, и по папе. Так что, вот, хороший процесс. Мои хохотали. Они просто вот как вот барахтаются там, да, вот эти, и хохочут, заливаются. Просто до сих пор смех в ушах стоит. Ну, в общем, им это понравилось. И еще тоже пока там говорили, делились, я еще решила сделать таким же образом только свою дочку. Вот. И, ну, тоже там, как вот, как сода с уксусом, все, пшшшш. И круто так вот, я почувствовала, столько аффинити появилось. Прям вот волной сносит. Очень офигенно. Да, и там, ко второй динамике, к музе, то же самое. Тоже прям столько аффинити сразу. Классно. Мгновенный ответ на закинутую проблему, что это не, как сказать, что это не проблема, что не эта проблема. Что это видимость, а проблема совсем не в этом. Что проблема другом. Ну, то есть, поэтому она и не разрешается, что я думаю, что это проблема. Направляем на нее какие-то усилия, а проблема на самом деле находится в другом месте. И они там еще. И второе, которое я взяла, это, знаешь, и тут же получила тоже такой же ответ, что и это тоже видимость, а не проблема. А проблема совсем другая. И когда ты найдешь и посмотришь на настоящие проблемы, тогда она исчезнет. А пока что ты смотришь на туда и, ну, ты понимаешь, да? У меня клиентка есть одна. Никак не могла взломать ее пейс. Вот все процессы, которые мы проходили, все по ней переменяла и не получалось. В общем, сейчас я ее закинула в ОМНИ. И таким постулатом, что она ПЛ. И как только я это сделала, плюс я как бы как из ОМНИ эти пиздец сделала. Но значит есть состояние, то есть это что-то не я назначила состояние, а ОМНИ. Шло подтверждение, что она ПЛ. И как только подтвердилось, до этого, когда я ее закидывала просто в ОМНИ и делала другие процессы, было ощущение, что она как будто в панцире идет такой, ну, ОМНИ ее скандируют тета лучами, и идет отражение как искра, то есть ничего ее не брало. Здесь такое ощущение, что как будто поле пробили этот панцирь, она изнутри наполнилась тетой. В общем, у меня на следующей неделе с ней аудитинг, хочу посмотреть, что, ну, будет двигаться кейс или нет. Вот, ну, вот, то есть впервые, ну, такая вот картинка в отношении ее. То есть до этого все процессы, ну, как бы просто отражение шло как от лавы. Вот, кстати, мы посмотрим. Я могу еще поделиться. Давай, Коль. Ну, там довольно интересно. Просто взял проблему, она мне представилась в виде какой-то, когда в ОМНИ отправил, она, я вдруг понял, что действительно проблема – это набор каких-то просто всего лишь каких-то умственных конструкций, какие-то шарики, между ними какие-то связи там и прочее. И больше ничего нет на самом деле. То есть вот эта вся конструкция напоминает солнечную систему, грубо говоря. Вот, ее просто поднимаешь туда, физически она практически существует. Она же существует как ум в основном, проблема любая, это же ум. А ум – это и есть определенная конструкция. Эта конструкция как бы такая, состоящая из каких-то вот этих вот спаек, шариков, еще из чего-то. Она мне прям в виде такой вот штуки разложилась и туда подняла, и она прям стала там меняться. Именно как что-то отдельное вообще такое от Тетона. Довольно интересная штука. И все проблемы вот так устроены. Это просто всего лишь набор таких вот конструктивных, как… Вот есть такой набор магнитики, и между ними такие вот эти магнитные… Такие шарики магнитные, да, а между ними магнитные такие брусочки. Проблема – это вот это вот состоящее из этих вот таких штук, такая конструкция. Причем любая практически. Можно отправить и разряжать. В принципе, очень интересно. Да. Да. Продолжение следует...